Баракалла билдирмесу ересь сізге барығызда біздің жамалатлан атыннан. Біз бүгін джейлғанық шында 12-й илдан тұтып, хәр ел шында біз өткеревіз. Біздің высиләт әткен күлдені депортация жетелі тарки кихулай альбіркен түж дейтсосор 4-түмгаду. За этот период нашей протестной акции на территории черных камней мы не раз встречались и поэтому было принято решение ежегодно отмечать этот день скорби жителей наших сел. Хотим поблагодарить всех, кто сегодня посчитал нужным прийти сюда к нам и разделить с нами этот день. по этому поводу хочу сказать несколько слов. Мы изначально обращались к правительству республики Дагестан, руководству республики Дагестан о том, чтобы по отношению к нашему обществу были бы исполнены принятые постановления по социально-экономическому развитию наших граждан сел и по реабилитации жителей наших сел. но до сегодняшнего дня наши вопросы касаемые реабилитации оно не решается. Руководство республики, Народное собрание республики Дагестан ссылается на то, что не принят федеральный закон о насильственно переселенных народах. В связи с этим мы не раз поднимали вопрос и ставили перед нашими депутатами и руководством. Но, увы, в последний день никаких мер не принято по разрешению наших поставленных вопросов. В этот год мы очередной раз обратились к руководству республики Дагестан, к главе республики Дагестан с тем, чтобы приняли представителей нашей общественности и разработали бы дорожную карту по исполнению принятых ими же постановлений. В связи с этим общество, ввиду того, что не выполняется принятое ими же постановление правительства республики Дагестан, мы подавали заявку на проведение митинга в городе Махачкале в министерстве юстиции, но нам в этом отказали. Но мы думаем, и дальше будем мы требовать от того, чтобы нам дали разрешение на проведение митинга и выразить свое недовольство правительству республики Дагестан за неисполнение постановлений. Я повторюсь, может, в 91-м году было принято постановление, в 92-м, постановление правительства республики Дагестан по реабилитации и признание всех актов переселения жителей Таркики, Ахулай и Альберкин незаконными и провести соответствие с федеральными законами и реабилитировать жителей наших сел. С 91-го года мы знаем, что проблема наших других братских народов, это Новолазский район, который мы справа с вами видим, который решается на уровне федеральной программы переселения. Мы видим, что сегодня восстанавливает Ауховский район. В этом же постановлении сказано и о признании насильственно переселенными жителей Таркики, Ахулай и Альберкин и возврата им их толхозных земель. Вы сами знаете, седьмой год мы находимся на данной территории. На эту территорию у Таркинского джамата имеется госакт на вечное пожизненное пользование, которое не имеет никто права изымать и перераспределять. Но сегодня эти вопросы не решаются. В 2004 году администрация города Махачкалы приняла постановление совместно с городским собранием о признании насильственно переселенными жителей Таркики, Ахулай и Альберкин. С 2004 года направили письмо и принятое постановление в Народное собрание Республики Дагестан. Но вот уже более 15 лет Народное собрание Республики Дагестан не рассматривает принятое постановлением администрации города. Хотел бы уточнить здесь маленькое замечание. Когда выселяли жителей Таркики, Ахулай и Альберкин, выслали по решению Махачкалинского гореисполкома. 12 апреля было принято данное решение. Когда надо реабилитировать наше общество, то же городское собрание признало недействительным и незаконным принятое постановление. 12 апреля 1944 года, согласно принятому постановлению решения Махачкалинского обкома ВКПБ, назывался он так, нас выслали в течение недели, 7 дней, жители всех трех поселков. Но когда в 2004 году городское собрание признало этот акт незаконным, более 15 лет никто с нами не хочет ни разговаривать и ни решать наши поставленные вопросы. Такое отношение к нашему обществу вызывает сомнение и недоверие Народному собранию Республики Дагестан тоже и правительству Республики Дагестан. До войны в наших селах были садики, дома культуры до выселения в 1944 году. Сегодня 21 век, ни в одном из наших поселений, где живут 46 тысяч людей, нет ни одного садика, нет ни одного дома культуры, нет ни одного спортивного зала. Хотя у нас есть и спортсмены, есть и ученые. Такое отношение к нашему обществу, оно неприемлемо. Тем более сегодня, когда у нас требования и к ученикам, и ко всем требуют знания иностранных языков, знания истории своей. В связи с этим мы на этом нашем сходе хотим принять очередное обращение. Как говорят, китайские предупреждения тысячные. У нас другого формы не остается, как выразить свое недовольствие по неисполнению принятых постановлений правительства Республики Дагестан. Нам самим приходится всегда бороться за свои права. Согласно принятому постановлению, еще с 1991 года данные территории, будь этот Караман, будь этот Досааф и другие наши колхозные земли, которые должны были вернуть нашему обществу, не возвращают. А на этих землях сегодня процветает коррупция. И этому коррупции способствуют чиновники, занимающие государственные должности. И первым они заинтересованы, чтобы наши вопросы здесь не решались. Мы не раз подумали этот вопрос, ставили перед руководством Республики Дагестан, правительством Республики Дагестан. Но, увы, нас не слышат по сети. С приходом нового руководства Республики Дагестан мы думали, что наконец-то какие-то федеральные законы, правовые отношения выстроятся. Но, увы, уже больше полтора года новое руководство опять-таки нас не слышит. Да, нам говорят, что нас примут, что нас выслушают, но уже около 30 лет нас выслушивают, но никто не хочет принять меры, которые бы разрешили бы нашу проблему. Вы сегодня знаете, что нам еще предоставили 200 гектаров земли. Это возле богатыревки. Это выдвинуло постановлением правительства Республики Дагестан для того, чтобы снять социальную напряженность в наших поселениях по выделению жилья. Но сегодня на этих землях строятся наши другие братья, сагратлинцы. Новые сагратли назвали это поселение. И сегодня, получается, создается еще одна конфликтная ситуация. Это прекрасно знает руководство Республики Дагестан. Но, увы, понимая, зная даже это, получается, они способствуют разжиганию, так сказать, межнациональных отношений. Мы со своей стороны ни в ком не видим ни врагов, никого. Но мы хотели бы, наше общество, чтобы наши поставленные проблемы решались бы без конфликтов. Мы не хотим постоянно протестовать, мы не хотим постоянно конфликтовать, но нас уже признали, что мы постоянно провоцируем конфликты. Мы абсолютно не конфликтные люди, мы мирные люди. В течение семи лет мы долго, до прихода нового руководства Республики Дагестан, общество это само начало борьбу с коррупционерами. На данной территории, вот в кармане, я повторюсь, может, вот здесь охватено все наши и силовые структуры здесь, расхищает федеральное и общественное имущество, депутаты федерального собрания, прокуратура Республики Дагестан, судебная власть Республики Дагестан, правоохранительные органы Республики Дагестан, все те, кто обязаны защищать и оберегать государственное имущество и имущество общества, сами способствуют расхищению этого имущества. И при этом наше общество выставляет конфликтными представителями. Мы устали от этих конфликтов. Мы хотим сесть за стол переговоров с руководством Республики Дагестан, с правительством Республики Дагестан, в чьей компетенции решать данные вопросы и принимать конкретные решения для того, чтобы снять напряженность и снять социальную несправедливость по отношению к нашему обществу. Очередной раз сегодня мы примем обращение к руководству Республики Дагестан. Если же руководство Республики Дагестан по-новой проигнорирует, то право остается за обществом, за народом. Глаз народа в любом цивилизованном государстве это закон для государства. Мы в течение семи лет говорим, но нас не слышат. Поэтому я сегодня хочу вам сказать одно. С каждым годом негодование по поводу неисполнения оно растет в обществе. Сегодня мы, представители наши, вышли в сторону ДОСААФа. Это был дежурный аэродром. Поставили перед правительством все эти вопросы. Опять-таки, видим коррупционеров во властных структурах Республики Дагестан. Даже знают людей, за кем что оформлено. Но, увы, никаких мер по изменению этой ситуации не принимается. Сегодня у нас День памяти очередной репрессии. Поэтому мы сегодня не будем политизировать так бы, но выразить свое недовольство, с чем оно связано, я думаю, мы обязаны. Потому что мы в ответе перед будущим нашего поколения. Потому что нерешенные вопросы сегодня, оно будет сказываться на наших детях, на будущее нашего поколения. В связи с этим, хочу вас всех поблагодарить за то, что вы пришли сегодня, посчитали нужным вместе с нами принять участие в Дне Скольбе. Хотя весь мир сегодня отмечает День космонавтики, нам и убеждает, мол, неужели нельзя в другое дело поставить это мероприятие. Но, увы, нашу боль, кроме нас, никто не поймет. Во всем мире, да, есть и радуется Дню космонавтики, то, что наши люди освоили космос. Но, увы, надо решать проблемы тех, кто живут на Земле тоже. Поэтому мы в очередной раз выражаем свое несогласие с тем, что не исполняются принятые постановления правительства Республики Дагестана. В связи с этим, после нашего мероприятия мы проведем День памяти, как мы увлечь, сделаем садова. И прошу вас не расходиться, если можно, и мы дальше продолжим наше мероприятие.